В этой маленькой деревне, где проживали как пожилые люди, так и молодые семьи, страдали от постоянных набегов волков. Хотя точное количество волков было трудно определить, некоторые жители жаловались на утрату домашнего скота, пропадали куры, козы и другие животные. Ситуация была неприятной, и в ответ на это в деревне были организованы охотники, решившие приструнить волков. Во время охоты им удалось поймать двух хищников, которых они поместили в клетки. Однако мало кто из людей проявил интерес к судьбе этих животных, и никто не выразил им сочувствия, кроме маленького мальчика по имени Вова. Вова был явно потрясен тем, что волки сидят в клетках, и решил, что должен освободить их. Он внимательно наблюдал, как животные охраняются, и решил, что настало время для действий. Дома он взял небольшой рюкзачок, набрал половину булки хлеба и немного мяса из холодильника. Придя к клетке, Вова заметил, как волки заволновались при виде его. У мальчика жалось сердце. Он подошел к клетке, разломил хлеб на две части и бросил животным вместе с мясом. Голодные волки тут же все съели. Вова начал размышлять о том, как освободить волков из клетки. Найти ключ было невозможно, поэтому мальчик решил обойти клетку и проверить ее на наличие повреждений. И вот удача улыбнулась Вове было несколько ржавых прутьев, которые он смог бы рожать своими силами. Вернувшись домой, Вова начал ждать момента, когда наберется смелости, чтобы открыть клетку. Он каждый день ходил к волкам и кормил их. К его удивлению, волки уже ждали его и были благодарны за помощь маленького человека. Когда Вова собрался с достаточным количеством смелости, он решил украсть у своего отца инструменты. Мальчик подошел к клетке волков и отодвинул прутья. Он понимал, что может быть замечен хозяином участка, но Вова был умным и тщательно выбирал момент, когда никого рядом не было. Открыв ворота, ведущие прямиком в лес, мальчик с замиранием сердца стал ждать, когда волки выберутся из клетки. Но животные не торопились. Тогда Вова взял палку и бросил ее в сторону ворот. Волки поняли намек и сразу же выбрались из клетки, убежав далеко в лес. В тот вечер все население деревни было озадачено вопросом о том, кто мог открыть и выпустить опасных хищников. Вова никому не признавался, и главное, что набеги на домашний скот прекратились. С тех пор прошло уже два года с тех пор, как мальчик спас животных. За это время никто не пострадал от волков. Таким образом, хищники ответили на доброту и свободу, которые подарил им Вова. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok